Доброе утро, уважаемые коллеги, председатель. Я сегодня тоже хотел бы рассказать о роли КСГ в нашей практической работе. И зайду немножко с другой стороны. Для начала хотелось бы буквально три слайда таких философских. Ну, вообще до 2019 года у нас все финансирование было за счет программы «Онкология». И мы крайне редко вот так собирались, чтобы обсудить какие-то организационно-финансовые вопросы. А сейчас в 2019 году пришло КСГ. У нас каждый год очень много таких конференций. Наверное, это хорошо, что профессиональное общество подключилось к решению этих вопросов. Я вижу в этом плюс. Но, тем не менее, вот Элизабет Кюблер-Росс еще в 1969 году предложила вот такую градацию по стадиям принятия неизбежного. Но это касается, если произошло какое-то горе, какая-то трагедия. Ну и, в общем, она включает в себя следующие стадии, что первое – это, конечно же, отрицание. Это когда люди равнодушны и демонстративно заняты своими какими-то рутинными обязанностями. Дальше при усилении эмоциональной стороны приходит гнев. И люди начинают жаловаться, что они много работают, впадают в обвинения, в критику, раздражаются по любым мелочам. Тем не менее, потом приходит третья стадия, она называется торг. Это попытка заключить сделку и выбить себе немножко лучшие условия. И вот мне кажется, что мы сейчас как раз находимся на этой стадии, потому что дальше она разветвляется. И либо мы уходим в депрессию, и это негативное восприятие всего. И вот как говорит Елена Викторовна, что все сколько можно работать в этой системе. Либо мы, наконец, приходим в пятую стадию. Это принятие. И вот как раз у нас, когда хороший дух, когда мы готовы вкладываться, мы готовы сами вовлекаться и вовлекать других. Ну вот я очень надеюсь, что такие вот наши встречи, они приведут как раз к тому, что мы пойдем в сторону принятия. Ну а я хотел бы привести два примера для того, чтобы ввести в свой вопрос. Это пациентки, которые получают неодевантную химиотерапию по поводу рака молочной железы. В данном случае пациентка 69 лет. Заболела она в июле 2021 года. У нее выявилась опухоль левого молочной железы размером 39 на 52 миллиметра. И лимфоденопатия регионарная. У нее ИГХ 8 баллов 0,0,20%. И присутствует сопутствующая патология. Ишемическая болезнь, гипертоническая болезнь, варикозная болезнь. Она принимает соответствующую лекарственную терапию. Ну вот хотелось бы, чтобы коллеги проголосовали. Как бы они в данном случае поступили? Лиминальный Б-подтип. Опухоль С2Н1. Как начать лечить? Голосование запущено. Пожалуйста, голосуйте. Тут я привел все опции. Это выполнить мастектомию первым этапом. Или начать с неодеванта. Просто 4С, 4Т или в дозе уплотненных режимов. ДаблД, да, это доз ДЭЦ. Или назначить ей гормонотерапию ингибиторарматазы. И посмотреть, в принципе, это возможная опция для аминопаузальных больных. Можно, конечно, сразу же с комбинацией начать. Готовы к результатам? 10 секунд голосуем. Нас сейчас слушают более 100 человек, подключенные к нашей сессии. Спасибо большое все, кто подключились. Пожалуйста, Марк Игоревич. Ну вот мы видим, что на самом деле большинство за неодевант в классическом варианте 4С, 4Т. Но, тем не менее, часть голосует за операцию на первом этапе. Часть голосует за то, чтобы провести дозу уплотненный режим. Дозу уплотненный режим, конечно, это здорово. Но он приводит к увеличению количества ответов. Но, тем не менее, пациентка 69 лет с сопутствующей патологией. Тем не менее, что выбрали мы? Мы начали, как и большинство голосующих, с классического неодеванта. Провели два цикла АЦ. Пациентка запланировали следующий третий цикл. И вот мы видим, что перед третьим циклом у пациентки тромбоцитопения и нейтропения второй степени. Ну, переносим на одну неделю цикл. Через неделю у пациентки тромбоциты уже 89, подвосстановились немного. Ну, нейтрофила 1,03. Ну, переносим еще на неделю. Следующий анализ крови. Уже, в общем-то, пациентка все вышла у нас из токсичности гематологической. Тромбоциты 108, лейкоциты 2,9, нейтрофилов 1,53. Но мы видим, что у пациентки произошла срочка начала третьего цикла на две недели. Соответственно, что делать в данной ситуации? Ну, соответственно, тоже предлагаю вам проголосовать. Ну, мы видим, что мы начали с классического варианта, получили токсичность. Может быть, уже хватит сделать мастокотомию или переключиться на токсаны. Сделать еще перерыв, дать пациентке отдохнуть, провести химиотерапию в редуцированных дозах или провести химиотерапию в полных дозах, но с профилактикой ГКСФ. Так, за что голосуют коллеги? Все-таки вот этот вот процент, где-то 21-22%, они голосуют за мастокотомию. Ну, в общем-то, эта тактика абсолютно обоснована. Тем не менее, большинство за то, чтобы редуцировать дозу. Ну, мы знаем, что мы проводим неодевант. Наша цель неодеванта – это, в принципе, провести максимально эффективное лечение. И, конечно, не очень хочется. 29% за то, чтобы провести в полных дозах, но с профилактикой ГКСФ. Ну, результаты голосования мы видим. Давайте перейдем к следующему случаю. Здесь уже молодая девушка, 35 лет. В мае 21-го года она попала в городскую больницу с диагнозом дерматомиазид – острое течение. Да, это проявилось в ней в виде дисфагии. И назначили соответствующую терапию. Кроме того, у нее выявили увеличенные акселярные лимфоузлы. Сделали экстезионную биопсию. Получили там подозрение на рак молочной железы. Отправили к нам в диспансер. При обследовании у пациентки сделали все. И УЗИ молочных желез, и МРТ молочных желез, и КТ трех зон, и остеостентографию, и молекулярно-генетический анализ. Результаты вы видите. У пациентки оккультный рак молочной железы с поражением лимфоузлов правой акселярной области. При иммуногистохимическом исследовании, в общем, больше данных за то, что эта опухоль соответствует трижды негативной аденокарциномии молочной железы. Ну, что в этом случае сделать? Радикальную мастектомию? Или сделать плая справа, лучевую терапию на молочную железу, но там ничего нет? Или начать лечение с неодиванта? Опять-таки, классический, либо дозауплотненный. Поливание началось с дерматомиозитом. Может быть, это паранеопластический процесс, связанный с нейроэндокринной дифференцировкой есть. Ну, правда, 5%, но есть. Ну, вот здесь все-таки большинство за неодивант. 50 на 50 стандартный режим или дозауплотненный. Ну, наша тактика, все-таки раз пациентка у нас молодая, то мы стараемся проводить более интенсивное лечение. Проводим 4 цикла ДОСДНСАЦЕ. Соответственно, есть соответствующий тариф с включением ГКСФ. Но получаем эффект не то чтобы очень хороший. Трижды негативный рак. Мы надеемся здесь увидеть сейчас частичный регресс или, может быть, даже полный ответ. Но получаем стабилизацию. Чуть-чуть уменьшились конгломерат лимфоузлов, но, в общем-то, это не тот эффект, на который хочется рассчитывать. Что дальше? Ну, операция также присутствует в вариантах ответа. Переключиться на ДОСДНСАЦАНЫ. Это, соответственно, у нас есть такой тариф по клитокселу раз в две недели с ГКСФ-поддержкой. Или переключиться на еженедельный по клитоксел. Или переключиться на режим с включением препаратов платины. Марк Игоревич, а вот по поводу первой пациентки вы закончили, все проголосовали, а вот что выбрали? Кстати, зрители все выбирают, что еще поспрашивают. Вот Алифтина Михайловна тоже. А как поступили с пациенткой с первой? Вот там было два варианта основных. Это редуцирование дозы или это продолжение, но уже добавить колоннестимулирующий фактор. Мы добавили колоннестимулирующий фактор. Опять в ущерб, да, понимаете, потому что у вас колоннестимулирующие факторы тоже не оплачиваются. Не раскрывайте финал. То есть это еще миллиончиков, это еще больных раком молочной железы очень много на самом деле, да? И токсичность гематологическая, она где-то примерно процентов 30. И вы все-таки не пошли на снижение, пошли, то есть это еще минус там, ну пусть не 10, но 3 точно. То есть вы понимаете, да, учитывая вот эти тарифы, нам приходится, конечно, важно для пациентки оставить ту же дозу, добавить колоннестимулирующий фактор. И мы все это понимаем прекрасно, мы так и делаем, но мы понимаем прекрасно, что есть еще определенные, если мы это будем делать изо дня в день, учитывая, что у нас, например, там 200 выписок в неделю, из них сколько там пациентов, то есть это достаточно серьезный такой, я не могу сказать, это не ущерб. Это не ущерб, мы все равно, целевая наша аудитория это пациенты, и мы, соответственно, должны их лечить, как мы должны их лечить. Но мы всегда находимся в очень тяжелой ситуации. Пожалуйста, Марк. Да, ну вот как проголосовали коллеги, на самом деле вот такие вот, я тут не привел каких-то очень трудных случаев, это вот рутинная наша практика. Каждый день мы сталкиваемся с этим пациентами, каждый день они приходят на очередной цикл, что-то идет не то, нужно принимать решение, и вот прямо сейчас сидит перед тобой пациент, ты ему не скажешь, пойдемте на консилиум, это вот не случай для консилиума, это случай как раз для такой рутинной работы, тем не менее, видите, как иногда непросто это бывает. Ну, большинство за переключение на еженедельный поклитоксел, 23% за то, чтобы добавить препараты платина. Наша тактика, мы решили тоже добавить препараты платина, чтобы все-таки интенсифицировать лечение. Лечение, схема поклитоксел 80 мг, 1-8-15 день, коробоплотина, 6-1 день, цикл 21 день. На фоне первых двух циклов отмечалась нетропения 2-3 степени, но это приводило к небольшим сдвигам, буквально в 3-4 дня, и пациентка в целом получала лечение, и мы достигли неплохого ответа, частичный регресс получили. Но, опять-таки, на фоне третьего цикла, прямо на фоне его проведения, у нас отмечается стойкая нейтропения 3-й степени. Мы сделали, соответственно, первое введение поклитоксела и коробоплотина, а перед 8-м введением, перед день 8, точнее, у нас вот развилась такая нейтропения. И, соответственно, мы не можем продолжать дальше лечение. Пациентка, мы не знаем даже, она выйдет из этой нейтропении, когда выйдет. И, соответственно, опять вопрос точно такой же рутинный. Что делать дальше? Ну, разрешите не запускать здесь голосование, потому что времени уже нет. Ну, соответственно, вопрос, он... Есть? Ну, вопрос, на самом деле, точно такой же. Что нам делать дальше? Закончить на этом, редуцировать дозы или добавить ГКСФ для этой пациентки и продолжать в полных дозах? Неодевантное лечение, молодая пациентка. Ну, здесь 50 на 50 все-таки за радикальную мастектомию. Все-таки мы провели уже 6 циклов из 8 запланированных. Или продолжить снос ГКСФ профилактикой. Ну, это вот все у меня предваряло, скажем, мою основную посыл этой презентации. Дальше у меня идет несколько теоретических слайдов с вашего разрешения. Я их пропущу. Все мы так прекрасно понимаем, что применение ГКСФ играет большую роль. Но вот все-таки что у нас в России-то происходит с тарифами? Вот стоимость КСГ для проведения неодевантного лечения. Это режимы АЦ, это режимы Паклитоксел, Датстоксел, НОТС. Они у нас, это наши санкт-петербургские тарифы, от 6800 рублей до 48000. Это режим ТС. При этом стоимость пигелированного ГКСФ, а мы прекрасно понимаем, что в практике нужно применять именно пигелированные формы ГКСФ. В противном случае нам нужно приглашать пациентку на введение филгорастима как минимум дней 5, а то и больше. Ну, какая пациентка захочет ездить к нам в дневной стационар 5 дней на укол? Ну, это же смешно. Поэтому, конечно, ей нужно провести, вводить длительные формы, пролонгированные формы. Так вот, он один стоит 45 тысяч. Как мы можем поместить в тариф АЦ, который стоит 6800 рублей? Я не очень понимаю. Хотя режим АЦ, конечно, там неволумап и эмбролизумап, это такие уникальные режимы, которых не так много, а АЦ это льется рекой. Вот, и есть только два тарифа в КСГ, где у нас включены пигелированные формы ГКСФ. Это доза интенсивной режима АЦ и Паклитоксел раз в две недели. В общем-то, больше ничего. Но я пошел дальше и вот нашел, что в конце октября был опубликован проект схем оплаты лечения сольных опухолей ПМС на 2022 год. Я ужаснулся, если честно, когда увидел этот проект схем. Посмотрите, в проекте на 2021 год количество схем, которые содержали вообще хоть какую-то ГКСФ поддержку, было 32. В 2022 годе их всего 20. То есть мы постоянно говорим об этом, да? Нам как назло говорят, не, ребята, мы вам уменьшим. И дальше вообще просто уже, после чего я не знаю, как продолжать работать, осталась одна схема с дозоуплотненным режимом. Это Паклитоксел с МПК филгростимом. И все. А что произошло, например, с АЦ? Смотрим последнюю строчку. Схема доксорубицин плюс цикла фосфамид. Доксорубицин 60 мг в первый день, цикл фосфамид 600 мг на метроград в первый день. Цикл 14 дней или 21 день – это один тариф без ГКСФ поддержки. И вот этот проект, который мы ждем на 2022 год, если его примут, если его не изменят, то я боюсь, что мы можем с вами потерять возможность проводить дозу интенсивный режим, потому что ну как можно режим АЦ проводить раз в две недели без ГКСФ поддержки? Это невозможно. А если мы будем его проводить, то это каждый раз плюс 45 тысяч, которые мы делаем за свой счет. Ну и в общем мой вывод – это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся в лечении наших больных. Это отсутствие тарифов на поддерживающую терапию. Я привел пример препараты, которые помогают нам при гематологической токсичности. То же самое касается и препаратов, которые стимулируют эритропоэс. Они тоже дорогостоящие, но важные. То же самое касается и препаратов остеомодифицирующих. Это большая проблема, и надо с ней что-то делать. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...